Почему я ношусь туда-сюда, как будто у меня пятки горят? Это лучшее время, чтобы повысить осознанность людей. По моему мнению, у нас есть 15-30 лет. Вы путешествуете, беседуете, общаетесь, и все это в невероятных объемах. Вы используете цифровое пространство, поддерживаете связь с молодежью. Похоже, вам сопутствует успех, вы энергичны, вы хотите распространить свое послание очень быстро. Какая цель сейчас стоит перед вами, когда вы взаимодействуете с Индией и со всем миром? Что ж... Почему я ношусь туда-сюда, как будто у меня пятки горят? Потому что это первый раз в истории человечества, когда наш процесс выживания настолько хорошо организован. Просто оглянитесь на 100 лет назад. Если бы утром вам понадобилось ведро воды, вам пришлось бы пройти полтора километра, чтобы его принести. Сегодня большинство людей не в той физической форме, чтобы нести ведро воды полтора километра. Если у вас есть немного денег, вы можете купить все необходимое на месяц и не выходить из дома. Ваше выживание обеспечено. Никогда раньше выживание человека не было настолько хорошо организовано. Все время человечество боролось за выживание. Теперь же выживание хорошо организовано. И впервые в истории мы можем общаться со всем миром. В прошлом приходило много великих людей. Когда пришел Кришна, едва ли 25 человек смогли услышать его слова. Прошел Пунда – кроткое существо. Возможно, и 10 человек не могли слышать его как следует. Сегодня мы можем сидеть здесь и говорить со всем миром. Если в этом поколении мы не изменим осознанность людей, это значит, что мы в этом не заинтересованы. Сейчас самое время, потому что впервые выживание организовано хорошо, и у нас такие возможности для общения, каких не было, никогда пришли. Если мы не сможем повысить человеческую осознанность сейчас, то не сможем никогда. Почему повышение человеческой осознанности имеет значение? Дело вот в чем. Если говорить о том, что мое, а что ваше, это мое тело, это ваше тело, это мой ум, это ваш ум, мы можем с чем-то соглашаться или не соглашаться, но осознанность означает измерение внутри нас, не очерченное границами нашей памяти. Наше тело ограничено нашей памятью, наш ум ограничен нашей памятью. Но наша осознанность – это измерение разума, не отмеченное границами памяти. Вы можете сколько угодно говорить о чувстве единства, единении как о принципе, но это не сработает, пока люди не коснутся этого измерения, пока они испытают чувство единения. Именно это означает слово йога. Буквально оно значит единство. Сегодня большинство людей воспринимают жизнь как противостояние всей Вселенной. Я против Вселенной. Это глупое соревнование. Мне удивительно, что такие люди всегда живут в тревоге, страхе и страдании. Это просто потому, что их личность противопоставлена Вселенной. Йога означает сознательно стереть границы вашей индивидуальности. Если вы не сделаете этого, вы никогда не обретете легкость в жизни. Забудьте о благополучии, забудьте о блаженстве, забудьте об экстазе. Вы даже не достигнете полного расслабления. Я не хочу бросать вам вызов. Но это действительно стоит проверить всем. Сколько людей смогут сидеть на одном месте в абсолютной расслабленности? Без малейшей тени стресса, просто сами по себе. Ни с кем-то рядом. Просто сами по себе. Уверяю вас, более 95% людей не смогут расслабленно сидеть нигде. Потому что всегда присутствует эта тонкая грань между Личностью и Вселенной. Повышение осознанности значит, что человек обретает легкость. Только когда вы расслаблены, вы не в режиме борьбы. Режим борьбы необходимо выключить. Время выживания сильнейших прошло. Сейчас выживание доступно для всех нас. Самое время, чтобы выключить режим борьбы и понять, как сделать что-то другое. И сейчас на подходе удивительные вещи, которых все боятся. Меня приглашали на всевозможные конференции, где разные академики спрашивали меня. Садгуру, скоро появится искусственный интеллект. Что мы будем делать? Мы потеряем нашу работу. Я сказал, разве это не прекрасно? Мы все отправимся в отпуск. То же самое было, когда появились машины. Я знаю, что когда для разгрузки кораблей стали использовать краны, профсоюзы грузчиков выходили на протесты. Если машины будут поднимать грузы, чем же будем заниматься мы? Мы хотим носить грузы. Теперь академики говорят то же самое. Если машины будут выполнять всю научную работу, всю работу с информацией, что нам тогда делать? Они теперь такой же рабочий класс. Сейчас время, когда физический и интеллектуальный труд, все, что связано с памятью или данными, будет выполняться машинами. Это лучшее время, чтобы повысить осознанность людей. По моему мнению, у нас есть 15-30 лет. Потому что сейчас, как я уже говорил, по той причине, что люди мыслят по-логически, в их умах рушится рай. Он существовал только в их умах, и теперь он рушится. Поскольку он рушится, люди начинают тянуться к другому, особенно к употреблению химии. Если вы хотите быть здоровыми, хотите быть умертворенными, хотите быть радостными, хотите чувствовать блаженство, для этого есть своя химия. Хотите почувствовать экстаз, для этого, конечно, есть экстази. Поэтому люди тянутся к химическим веществам. Если не брать в расчет весь мир, в одной только Индии, потребление алкоголя за последние 25 лет возросло минимум на 10 тысяч процентов. Да или нет? Это так. Для меня это не вопрос морали. Я говорю о том, что когда 90% людей начнут полагаться на химические вещества для поддержания благополучия, с ними уже невозможно будет разговаривать. И следующее поколение, которое вы произведете, будет во многом уступать вашему. Я считаю, что если мы позволим следующему поколению стать слабее нас, мы совершим преступление против человечества. Потому что следующее поколение должно быть хотя бы на шаг впереди нас, иначе мы как поколение по сути потерпим неудачу. Так что это наше время на планете. Мы располагаем наивысшим уровнем комфорта и удобств, которые человечество когда-либо знало. Собираемся ли мы стать и величайшим поколением? Этот вопрос стоит перед всеми нами. И у нас есть необходимые средства, технологии и возможности, чтобы это произошло. Вопрос только в том, достаточно ли у нас храбрости и преданности, чтобы пройти этот путь. Вот на что я пытаюсь вдохновить мир. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok